Славная эпоха в жизни России. В январе вы увидите программу, которая называется «Последний император». Она посвящена государю-императору Николаю II и снималась здесь, в этом музее. Дом Романовых. Этими словами мы определяем чаще всего царственно-императорскую династию, правившую в России 300 лет. Но у этих слов есть и первоначальное значение. Дом, в котором жили, которым владели Романовы. И вот сейчас мы с вами находимся как раз в таком доме, которым владели бояре Романовы в середине XVI века. Кто же были они такие первые Романовы? У нас хранится интересный документ «Родословная книга XVII века». И мы увидим сейчас эту книгу в соседней комнате. Вот перед вами родословная XVII века. Вообще родословные книги появились на Руси с XVI века. В них описывались истории царских и боярских родов. Эта книга открыта на странице, где рассказывается история рода Романовых. Родоначальником рода Романовых считается Андрей Кобылов. У него было пятеро сыновей. И младший был Андрей Кошка. Он упоминается на этой странице. От Федора Кошки пошли Захарьины, Юрьевы и Романовы. Никита Романович Захарин Юрьев. Так сложно звучит фамилия одного из Романовых. Вот Никита Романович-то и был первым владельцем этого дома, этих палат и этой усадьбы. А появился он здесь в середине XVI века. По всей вероятности, получил эту усадьбу вприданное, женившись на дочери московского гостя Ховрина. Никита Романович был выдающейся личностью своего времени. Был воеводой у Ивана Грозного, дипломатом, политиком. Кроме того, он был родным братом Анастасии Романовны, первой и любимой жены царя Ивана Грозного. После смерти Никита Романовича, последовавшей в 1586 году, этот дом и усадьбу на Варварке унаследовал его старший сын Федор Никитич, ставший впоследствии патриархом московским и всея Руси. А у него, по преданию на этой усадьбе, и опять же по преданию, в этом доме родился Михаил, будущий первый царь из династии Романовых. В 1613 году Михаил Федорович Романов был венчан на московское царство. После этого он переезжает жить в московский Кремль вместе со своим отцом, патриархом Филаретом. А эта усадьба на Варварке пустеет. Стали ее именовать впоследствии Старый Государев двор. В 1631 году Михаил Федорович своим указом отдает Старый Государев двор на Варварке мужскому Знаменскому монастырю. Этому монастырю отошли все постройки усадьбы Романовых и этот дом, эти палаты. К концу XVIII века многие постройки усадьбы пришли в ветхость, разрушились, и только вот этот дом сохранился до сегодняшних дней. В 1856 году император Александр II Романов при вашествии на престол вспомнил о своем родовом умении, родовой усадьбе на Варварке, вспомнил об этих палатах и решил приобрести все здания у монастыря Покопкую для сохранения древних палат для потомков и создания в этих палатах музея, музея, дом бояр Романовых. Александр II создал специальную комиссию. Во главе стоял архитектор Федор Федорович Рихтер, который руководил здесь всеми реставрационными работами. За три года здесь было совершено просто чудо. Были выявлены древние части палат, реставрированы и внутри отделаны интерьеры на XVII век. В августе 1859 года здесь состоялось торжественное открытие музея «Дом бояр Романовых». Романовы, последующий Александр III, Николай II вместе со своими семьями часто посещали этот музей, дом бояр Романовых, и жаловали его, помогали в реставрации и в работе этого музея. В последний раз Романовы, а именно Николай II со своей семьей, посетили этот дом, этот музей в мае 1913 года, когда Россия праздновала 300-летие Дома Романовых. Мог ли думать тогда император за четыре года почти до смерти о том, что это последнее посещение этого музея? История Дома Романовых – это история государства российского. Как писал историк Карамзин, история предков всегда любопытна для того, кто имеет честь иметь Отечество. КОНЕЦ КОНЕЦ